Привет, мои биатлонные друзья! Стартовал долгожданный чемпионат мира и мы увидели Оберхоф совсем не таким, каким привыкли его видеть. Не зря я, когда бывал там в январе, немцы местные говорили, что на чемпионате мира погода будет совсем другой. Мы увидели солнце, снег, отличные погодные условия, никакого тумана, никакого суперсильного ветра. И при этом та же атмосфера на трибунах, масса народу. При этом, что понравилось, сделали табло для зрителей над каждой из мишенью, где указано, кто именно из спортсменов стреляет. Порадовал перебегавший дорогу Заяц. Ну и, в общем-то, несколько курьезов, таких как китаянка, не желавшая уходить с трассы, несмотря на то, что стала круговой и пытавшаяся соперничать с мужчинами. Также, едва не запутавшийся на финише Кентен Фион Мае, который мог повторить подвиг Эдика Латыповой, лишить свою команду бронзовой награды. Ну, главной героиней этой гонки я бы назвал Ингрид Тандровой. Если бы не ее круг штрафа, то смотреть было бы нечего в конечном итоге. А так, она дала отличную фору соперникам, но норвежцы в очередной раз доказали, что фору в один круг они способны отыгрывать. И, в общем-то, уже не первый раз мужская часть сборной вытаскивает женскую после такого провала. Тандровой привезла на своем этапе минуту Лизи Витоцци, которая, в общем-то, традиционно всегда сильно выступает как стартер гонки и в этот раз не подвела, обыграв даже мирового лидера Жюлью Симон. На втором этапе, в общем-то, борьба пошла в таком уже ключе догонялок, то есть появился хороший тандем шведско-немецкий в лице Эльвиры Эберг и Дениза Херман, которые смогли сильно подвести их. Поначалу думал, что им компанию составит Марта Лузбю Рейселан, но все-таки действующая владельница Кубка Мира далека от своих прошлогодних кондиций. Вторую часть дистанции она сбавила, то есть это и промахи на стойке, и неважный финишный круг. В итоге интрига сохранялась до третьего этапа, пока на арену не вышел Стурла Легрейт. Конечно, стоит отметить прекрасную борьбу со стороны сборной Италии, где не только Гранд Дам, Элизави Тотци и Доротея Вирер, но и молодые Дидье Бьона и Томазо Джакамель прекрасно боролись до последнего Бьона, выдерживал темп лидеров гораздо более сильных, таких как Эмильен Жаклен и Вошента. Они большую часть гонки прошли вдвоем, но Легрейт просто невероятными темпами сокращал отставание за счет идеальной стрельбы и отличного хода. Стурла показал, что набрал очень приличную форму к чемпионату мира и ногами много отыгрывал, и в конце даже я думал, что Джаклен как более сильный спринтер все-таки его обыграет в створе, но и тут он вот эту принципиальную победу удержал. Хотя какая разница, но передай на секунду, позже все равно бы ничего не поменялось, когда на дистанции находится Йоханнес Бео. Решающий этап. Норвежец сразу пошел с первых метров уходить от соперников, показав, что его суперформа январская никуда не делась, и он по-прежнему готов доминировать. И, в общем-то, оставил позади и Джакамеля, и Кентена Фиона Мее, который в очередной раз имел бледный вид, и показал, что чуда не произошло, и прошлогодняя форма не вернулась к чемпионату мира. То есть, как ты к сезону подготовился, так ты его и провел. Добавил немножко интриги Йоханнес на стрельбе, когда четвертый этап получился самым ветреным, и промахивались многие. На грани штрафного круга оказался Фион Мее, на грани штрафного круга оказался Йоханнес Бео, и в такой ситуации ноль Джакамеля вывел Италию в лидеры, и какое-то время давал им надежду на успех. Отдельно отмечу провал немецкой команды, у которой лишь Денизе Херман смотрелось на высочайшем уровне, но мужская сборная, конечно, ни в какие ворота, начиная с Бенедикта Доля, который зашел на штрафные круги. Порадовал нас штрафными кругами на четвертом этапе и большой любитель России, наш замечательный шведский друг Себастьян Самуэльсон, который мог взять как минимум бронзовую награду, но вместо этого зашел на два круга штрафа и никаких шансов себе не оставил. И надо отдать должное Джакамелю, который боролся с Йоханнесом, причем Йоханнес догнал его на втором круге, но не стал обходить, не стал атаковать, понимая, что итальянец готов хорошо и большого отрыва. Он не создаст, но при этом может растерять концентрацию на стрельбе. Главное было не потерять много на рубеже, чтобы потом отыграться. Ну а когда оба дуэлянта сделали по одному промаху и вместе отправились на финишный круг, стало понятно, что у итальянца нет никаких шансов. И хотя комментаторы говорили о том, что Джакомель неплохой спринтер, хороший спринтер, я не знаю, насколько он действительно сильный спринтер в уровне Кристиансена или того же Жаклена в оптимальном состоянии, но то, что Йоханнес Бео не стал откладывать до финишных разборок, не будучи самым острым финишером, это, в общем-то, была правильная тактика. И норвежец легко создал себе задел и, в общем-то, финишировал под аплодисменты, очень уверенно одержав победу. Ну и скажу, я доволен гонкой, такой ее исходом, потому что ставил на победу сборной Норвегии. Но, с другой стороны, если бы она была достигнута легко, и эта ставка легко сыграла, то не получил бы того удовольствия и того драйва, за который мы любим, собственно, игру, и за который мы играем на тотализаторе. Что касается французов, то вот этот казус Фиона Маэй едва не привел к потере медали, потому что там сзади уже накатывал ветеран Симон Эдер. И я бы отметил особенно блестящее выступление этого 39-летнего Аксакала, который не только в непростых погодных условиях обошелся без промахов, но и при этом прилично выглядел на лыжне и вывел сборную Австрии на четвертое место в борьбе с чехами, швейцарцами, другими соперниками, в общем-то, показав, что до сих пор он является сильнейшим биатлонистом в своей стране. Отмечил бы достаточно высокий результат сборной Бельгии, которая заняла 14-е место. Попадание в десятки команды Украины в ее нынешнем состоянии. Это неплохой результат. Вряд ли они могли рассчитывать на большее, даже с возвращением в строй Дмитрия Педручного. И, в общем-то, также 5-е место сборной Чехии внушает уважение, потому что с первого этапа Тереза Ваборникова неплохо прошла. Команда боролась. И тут мужская часть оказалась даже сильнее женской, на мой взгляд. Ну, таков был пролог. Я думаю, у норвежцев будет еще много медалей. Главная интрига – соберет ли все золото рыжий, пока он справляется. И он решил исход этой гонки. Но впереди еще спринты, не менее увлекательные. Поэтому будем за ними следить. А вы подписывайтесь на наш канал. И не заходите на штрафные круги.